Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Сергей Доронин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Добрый день, Сергей Александрович. Добрый день, Владимир. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, на сайте хокирова.ру есть и аудио, и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальные формы для того, чтобы вы смогли задать вопрос нашему гостю. И эта возможность, она присутствует в течение всего нашего эфира до 13.45. У нас сегодня несколько тем для беседы с Сергеем Александровичем. Это итоги выборов, итоги единого голосования, который состоялся 13 сентября. Это и изменения федерального законодательства, изменения, которые планируются в части государственного бюджета. Это и биофорум, который сегодня открылся в нашем городе. И, я так понимаю, Сергей Александрович, вы специально для этого приехали в Киров, для участия в биофоруме. Для участия в биофоруме и для участия в юбилее, в праздновании юбилея моего города, где я родился, жил, рос и вырос в Кирове-Чепеске, который отмечает в субботу 60-летие. Это анонсируется уже событие широко в СМИ. Я посмотрел, там довольно приличный список мероприятий таких, торжественных. Давайте все-таки начинать с темы выборов, которые состоялись у нас 13 сентября в минувшее воскресенье. Выборы были разных уровней. Это и губернаторские, и в местные думы. Давайте с верхушки начнем, с губернаторских выборов. В 21 субъекте федерации у нас как раз-таки выборы главы проходили, и в 19 из 21 региона победили представители Единой России. Исключение составляет Смоленская область. Там победил представитель ЛДПР. И вот еще непонятки, что называется, с Иркутской областью. Там состоится второй тур. Но вот такая победа Единой России. Глава нашего правительства и лидер Единой России Дмитрий Медведев заявил о том, что он доволен результатом этих выборов. Все прошло хорошо. Он сказал о том, что эти выборы в очередной раз показали, что Единая Россия на местах имеет реальную власть. Но он не забыл упомянуть и про оппозиционные партии, что называется, и нашим, и вашим. Он сказал, что оппозиционные партии тоже себя хорошо показали, грамотно, хорошо работают. Вы с такой оценкой согласны? Дмитрий Анатольевич. Вы знаете, я бы, наверное, был честен перед радиослушателями, перед собой, да, в первую очередь. И действительно, надо еще добавить, что были избраны из 21 представителя и там Единой России, и ДПР, и других партий, те люди, которых поддержал президент Российской Федерации. Они носили статус военно-исполнение. Да, и оказал им доверие. И это в очередной раз, или лишний раз подчеркивает, какое высокое доверие сегодня у населения к президенту Российской Федерации. Я здесь не хочу какие-то там браурные речи произносить, какие-то, значит, высокие реляции. Но это действительно так, и телевизор, и пропаганда, которая сегодня идет по телевизионным каналам, где не сходит с экранов наш президент, оказывает вот такое серьезное давление на наше население. Так это все-таки хорошо или плохо, что есть пропаганда, что такой высокий уровень президента дает? Я думаю, что уровень вот такой агитации или пропаганды, он, конечно же, зашкаливает там разумные пределы, и у нас получаются выборы без практически альтернативные, да? И в этом плане, конечно же, это плохо. Плохо, когда набирает в регионах люди по 90 с лишним процентов голосов. Ну вот 97 процентов практически. И Тимирская область, и Тулеев, и 95 процентов. Всем понятно, что здесь без каких-либо интонаций там не обошлось, потому что, ну, я слабо себе представляю вот такое зазомбированное население, которое там более там 80 процентов населения приходит на великолепный солнечный день на участки, и 97 процентов, значит, оказывает доверие тому или иному человеку. Ну, у меня, честно сказать, там возникают сомнения в поменьше мере в таком результате. Это, конечно же... А что тут может быть, на мой взгляд? Накрутка голосов? Ну, я думаю, что это серьезный административный ресурс. Это наверняка прибавление голосов, это увеличение за счет различных технологий явки. Я там не буду сейчас говорить или объединять там в чем-то, да. Но проблема такая существует, и наблюдатели от нашей партии, и люди, которые занимались выборами в областное законодательное собрание, выборы губернаторов, говорят о том, что, ну, процент просто огромен, фальсификации, и особенно это переписывание протоколов на участках, избирательных участков, это недопущение наблюдателей на участки. Но об этом как раз-таки в первый день осенней сессии Государственной Думы говорили лидеры всех оппозиционных партий. Осенняя сессия началась именно на этой неделе. Во вторник она началась, и буквально после выборов в понедельник был брифинг всех лидеров оппозиционных партий, где, в принципе, они это все озвучивали. И у меня вызывают сомнения. Конечно же, результаты по многим регионам, где и огромная явка, и зашкаливающий процент. Но я бы здесь, наверное, сказал все-таки о том, что в 11 субъектах еще у нас проходили выборы в областное законодательное собрание. И здесь, конечно же, результат оппозиционных партий, на мой взгляд, радует. Опять же, при том противодействии административном серьезном ресурсе, повторюсь, я об этом уже говорил выше, огромные сотни замечаний, сотни обращений в Центральную избирательную комиссию о нарушениях на участках, о переписке протоколов. Но, тем не менее, оппозиционные партии показали, что сегодня они в строю, и сегодня у них есть электорат, свой электорат, несмотря на то, что, повторюсь, огромное количество голосов у них было в очередной раз украдено. А если говорить о своей партии, в которой я состою, «Справедливая Россия», то она, как на мой взгляд, показала великолепный результат. Это в среднем 10,34% практически. Это в нашей области, да? Нет, это в 11 субъектах Российской Федерации. И есть результаты под 16%. Это Челябинская область, это Валерий Гартунг, мой коллега, лидер «Справедливой России» в Челябинске. Ну, есть определенное задело или фундамент для выборов или на выборы в Государственную Думу. И я надеюсь, что в следующем году мы достаточно интересно будем выстраивать свою предвыборную кампанию в ОЗС, и все оппозиционные партии будут бороться и заявляться. Так, хорошо, мы уже к следующему году перешли. Я потом немножко откачусь назад, все-таки еще о местных новостях. Я хотел, безусловно, задать этот вопрос. Ваши личные планы и планы партии «Справедливой России» на будущих выборах, которые стоят в сентябре 2016 года, выборы в ОЗС и выборы в Госдуму? И будем участвовать и в выборах в Государственную Думу, в выборах в ОЗС, в выборах в муниципальные органы власти, в районные думы, в городские думы, там, где это будет проходить. Работа это в региональном отделении политической партии идет уже на протяжении полугода. И я думаю, что мы будем выдвигать интересных и достойных людей. Я бы не хотел передачу сейчас там превращать в какие-то лозунги, но мы эту работу ведем. Давайте спрошу про вас. Ваша кандидатура будет присутствовать? Я надеюсь, что в случае оказания доверия мне я буду баллотироваться в Государственную Думу. Ну, понятно, это не вы в силах один решать, безусловно, вместе с коллегами по партии. Вот я хотел бы еще затронуть тему выборов. У нас в регионе, судя по официальным данным, предоставленных «Справедливой России», ваши успехи, ну, так скажем, не активны на этих выборах, состоявшихся 13 сентября. Баллотировался в УЗС Алексей Мальцев, представитель «Справедливой России», он занял второе место. В итоге в УЗС прошел «Единоросс», еще один «Единоросс». Всего два человека у нас добирались. Вот три мандата получили партии «Справедливой России». Дмитрий Акатьев, смотрю я, стал депутатом Уричевской районной думы, Владимир Соломин, депутатом Чеглаковской сельской думы Нагорского района и Евгений Редькин, он стал главой Абуховского сельского поселения в Кижанском районе. Ну, как-то вот, на мой взгляд, не слишком. Вот, смотрите, если говорить там языком цифр, да, или статистическим языком, то из восьми выдвинутых кандидатов трое прошли. То есть это, в принципе, практически 37% от числа выдвинутых, да. А, кстати, явка 37% тоже составила. Если говорить о кандидатах, которые получили мандаты в конечном итоге, то из всех оппозиционных партий мы и выдвинули больше всех людей, и получили мандатов больше, да. Естественно, достаточно серьезная конкуренция была на выборах в ОЗС. Ну, 28% нашего кандидата Алексея Мальцева, который на Линском районе проводил встречи, и дворовые встречи, и на предприятиях данного округа. Ну, я считаю, что 28% это отличный результат. Ну, а лидер, представитель Лидийной России Андрея Блочинин, он 40% на правду. Ну, согласитесь, что... Разрыв? Разрыв? Ну, небольшой разрыв, но... Ну, нет, ну, 28% это не 0,8, не 7%. Это достойный результат, и я думаю, что это очень хороший задел и на следующие выборы. Если так в каждом одномандатном округе будут бороться наши кандидаты, то я буду считать, что это великолепный результат для политической партии. Я не приемлю и считаю неправильным, значит, когда результаты, повторюсь, там, зашкаливают за 70-80%. Здесь я всегда усматриваю некую инсинуацию, либо там подлоги, приписки и так далее и тому подобное. Давайте все-таки еще пару минут теми выборов посвятим. Я не могу не конкурсоваться вашим мнением, исходом выборов в республике Мариел, где ваш коллега по партии Кирилл Черкасов участвовал. Леонид Маркелов победил, чуть-чуть преодолев этот барьер в 50%, даже 51% не набрал, 50,7%. Сергей Мамаев, тоже депутат от Кировской области и Государственной думы, 32% с копейками там набрал. И вот сейчас, как известно, коммунисты будут опротестовывать эти выборы. В результаты их коммунисты полагают, что там был вброс все-таки 1 от 2 тысячи голосов для того, чтобы Маркелов преодолел 50% барьер. Вы согласны с таким мнением, с таким предположением, что как-то был задействован? Я согласен со стратегией коммунистов, которую они выстраивают сейчас и подавать заявление. Если есть у Мамаева какие-то неопровержимые факты, естественно, необходимо подавать и в Центральную избирательную комиссию, и в Верховный суд. И при наличии доказательств неопровержимых, конечно же, надо бороться и идти до конца. Поэтому, в принципе, все в духе выборной кампании, и я считаю, что все правильно. А как оценивать результаты вашего коллеги по партии Кирилла Черкасова, который набрал 7% с небольшим процентом? Кирилл Черкасов не коллега по партии, а он представляет партию ЛДПР. Ой, простите, да, простите, да. Ну, я не думаю, что это достойный результат, но все-таки то, что человек изъял желание и избирался в Национальной Республике, то это уже некое уважение к этому человеку присутствует. Я считаю, что нормально, и то, что два кандидата оказали кандидату от партии власти и навязали такую борьбу, это в очередной раз доказывает, что выборы в Государственную Думу и выборы в областное законодательное собрание Кировской области в следующем году будут непростыми и с непонятными, так скажем, результатами, что борьба вся впереди. Можно оказывать сегодня конкуренцию и партии власти, и ничего в этом такого я не вижу. Тем более у нас, ну, как вы знаете, ухудшается и экономическая ситуация, и я думаю, что куда качнется маятник в следующем году еще непонятно и неизвестно. Хорошо, давайте идти дальше. Я напомню, что это особое мнение Сергея Дорогина, депутата Государственной Думы. Вот на этой неделе СМИ сообщили о том, что на этой неделе как раз-таки депутаты Нижней Палаты Российского Парламента должны были рассмотреть поправки в бюджетный кодекс, который, в частности, предусматривает принятие однолетнего бюджета государства на 2016 год. Напомню, что традиционно у нас бюджет на три года принимается. По словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, это позволит избежать ошибок, связанных со сложностью делать точные прогнозы. Во-первых, хочу спросить, рассматривалось ли уже, рассматривалось ли это на этой неделе вопрос? И насколько существенно это изменено? Чем это вообще чревато? Ну, то, что предложение Вы прочитали правильно, оно внесено в Государственную Думу. Я больше скажу, что готовится бюджет и перенесены сроки рассмотрения бюджета. Если ранее по закону о бюджете правительство обязано было представить Государственную Думу бюджет 1 октября, то сейчас они просят перенести сроки к 25-му числу. Это, конечно же, определяет, в какой степени сегодня есть неопределенность у правительства, что ситуация не совсем контролируется. Неопределенность вообще в экономике, состоянии экономики сегодняшней. Это, Вы видите, биржевая волатильность доллара и постоянное снижение стоимости нефти. Для депутатов это, конечно же, серьезное неудобство именно внесения бюджета 25 октября, потому что сроки рассмотрения бюджета у нас сокращаются практически на месяц. Это серьезный срок, и Вы понимаете, что государственный бюджет – это серьезнейший, огромный документ. И здесь возникает большое количество вопросов правительства. Почему не 1 октября, а почему 25-го? То, что бюджет будут рассматривать на один год, а не на три года, это, я считаю, правильно. Потому что, ну, к огромному сожалению, у Российской Федерации сегодня, ну, мягко скажем так, не лучшая финансо-экономическая ситуация. И делать какие-то долгосрочные прогнозы, наверное, было бы неправильно. Наверняка уже нашлись люди, которые опять упрекнули о том, что мы не думаем о будущем, живем одним днем. Нет, ну, я бы так не сказал. Я думаю, что бюджет будет сбалансированный в соответствии от ситуации экономической. Там есть совершенно другого характера вопросы, я считаю. Если в трехлетнем бюджете, для радиослушателей я скажу, что все расчеты по социальным выплатам, по трансферам, субсидиям и регионам, и затратам вообще на социалку, медицину, образование, пенсии, рассчитывались ведь, исходя из стоимости нефти, трехлетней средней цены. То есть, условно, 2011, 2012, 2013 год. На 2013 год, когда бюджет верстался, то расчет вот этих затрат исходил из цены трехлетней. В своих прогнозах Минфин всегда закладывал, или у них было ощущение, что цена на нефть будет расти вечно. И таким образом, если, допустим, в 2011 году цена за баррель условно стоит 50, в 2012 – 70, а в 2013 – 90, то средняя цена была ниже 90. То есть, таким образом, он не додавал социальных выплат для населения. Понимаете? То есть, он играл в свою игру, в свою сторону, немножко, как бы, ну, так скажем, мягко обманывая население, да? То сегодня они при однолетнем бюджете хотят занизить баррель нефти уже с другой стороны, да? В случае, если он будет стоить там 45, они в прогнозную цену будут носить 35, и они опять будут не додавать. Вот это, конечно, напрягает, и об этом, я думаю, что мы будем говорить с правительством и каким-то образом принуждать их делать объективные прогнозы для того, чтобы вот эти прогнозы все входили в расчетную формулу по социальным выплатам. А у нас бюджет, вы знаете, он социально ориентирован. Поэтому дебаты по бюджету, я думаю, что будут достаточно серьезные, но, повторюсь, самое неприятное, это то, что правительство на месяц задерживает сегодня проект бюджета. Это, конечно же, напрягает. И нет никакой возможности как-то выудить его в те сроки, которые раньше существовали? Нет, вы понимаете, уже как бы на всех совещаниях и на Совете Государственной Думы было объявлено, что ранее 25 октября бюджет Государственной Думы не появится. Продолжается особое мнение Сергея Дородина, депутата Государственной Думы. Я напомню, что Сергей Александрович еще и является заместителем и представителем Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Ну, тут я не могу спросить, опять-таки, о итогах сельхозсезонно, да, так основная пора уже сбора урожая у нас прошла. Как вообще, по вашим оценкам, сельхозпроизводители в этом году себя чувствовали и удалось ли решить проблему? Проблем много, безусловно, бесконечно можно перечислить. Ситуацию Министерство сельского хозяйства мониторит, продолжает мониторить, да, и вот окончательных цифр по сбору урожая у нас нет. Я хотел бы сказать, там, по своим ощущениям по Кировской области, конечно же, все вы знаете, что не очень благоприятная погода была у нас все лето, и дождливое лето было, и то, что урожай не собран, сегодня окончательно еще это факт. Я сужу это по тому предприятию, где я некогда руководил, да, у нас техника еще почти уезжает в поля, и урожай до конца не собран, поэтому говорить там о каких-то окончательных результатах вот сегодня в промежуточном этапе достаточно сложно, я вам скажу. Но то, что урожайность неплохая, я вам скажу, что да, по Кировской области, на Юго-Востоке, там еще где-то, в каких-то районах области, я думаю, что интересные есть цифры, и урожайность, я надеюсь, что она будет, возможно, выше, нежели в прошлом году. Ну, в целом, если так вот смотреть с высокой, что называется, каких-то существенных улучшений в сельскохозяйстве у нас в области не произошло? Вот, смотрите, ну, говорить там об улучшении, наверное, я бы не стал действительно нам бы остаться на тех позициях, которые у нас были, да, вы же видите, что происходит с экономикой, опять же, повторюсь. Вот повезло, очень сильно и прилично повезло южным районам нашей страны, ведь зерно и пшеница – это биржевой товар, да, а в связи с тем, что у нас рост стоимости доллара, да, то вот те сельхозтоваропроизводители, которые живут и работают в житнице нашей российской, это и Краснодарский край, это Ставропольский край, значит, это Алтай, там, конечно же, у зерновиков все хорошо, там, стопроцентная рентабельность. Ну, если это экспорт, то это, безусловно, за доллары продается. Да, за доллары это продажа, там, на бирже, вот, то, что касается животноводов, здесь издержки растут, потребление, к огромному сожалению, населения, там, тех же мясных продуктов падает, и вот опять образуется некая вилка, да, в которую попадают и свиноводы, и производители молока, и, значит, говядины, рост стоимости зерна, потому что цену формирует у нас экспортные поставки, да, вот, и снижение потребления. Здесь есть, так скажем, проблему, и проблему серьезно. Ну, давайте, я думаю, мы все-таки до рекламы начнем, тему осенней сессии, да, в Государственной Думе, перед началом передачи вы сказали, что два десятка законопроектов очень серьезных, да, вот, вкратце можно только дайджест сделать по вашей работе, ваших коллег в Государственной Думе, это в осенней сессии, какие наиболее существенные предложения есть? Около 19 у нас, не около, а 19 законопроектов в повестке Комитета по сельскому хозяйству, ну, основное это внесение изменений в закон о сельском хозяйстве, будем пробовать договариваться с банком, с банками, которые кредитуют инвестиционные проекты, или прокредитовали уже инвестиционные проекты, о том, чтобы тело кредита не выплачивать сельхозтоваропроизводителям или инвесторам, да, так называемым, а платить только проценты, и вот на, вот, время экономических проблем сегодняшних, да, которые существуют у нас, как бы, право лоббировать действия кредитных договоров. Вот это, вот, да, вот это вот один из основных таких законопроектов, который внесен, но я думаю, что серьезное лоббирование со стороны банков будет, да, чтобы не принимать законопроекты. Хотя в логике, наверное, банкам надо понимать, что сегодня тяжелейшая ситуация у многих сельхозтоваропроизводителей, и проще договориться о рассрочке платежей и увеличить сроки кредитования. Ну, я вот на протяжении четырех лет, лет с высоких трибун, там, Государственная Дума говорит, что как минимум до 20, а сегодня, я думаю, что 25-30 лет уже необходимы сроки кредитования инвестпроектов увеличивать, да, это как минимум. Закон о ветеринарии у нас на повестке, тоже очень важный закон. В чем суть? Знаете ситуацию сегодня и по африканской чуме, у нас и Эстония сегодня вспылает там полностью, да, поэтому есть некие там поправки, нюансы, значит, закон о пестицидах, ввозимых сегодня в Российскую Федерацию, тоже, ну, очень много контрафакта, очень много... Мы их ввозим? Мы ввозим, я почему-то думал, что уже там до времени-то вроде стараемся сами пестициды производить. Нет, в больших количествах у нас сегодня ввозится в Российскую Федерацию, и часть из вот этих средств химзащиты растения, оно, значит, проходит там кордоны граничные, да, и ввозится иногда, ну, совершенно там недопустимые вещи, которые уничтожают растения. Вот закон о пестицидах у нас, закон о пчеловодстве у нас на повестке дня и ассоциации пчеловодов у нас... Ну, вы знаете, сегодня у нас пчеловодческая отрасль, она практически не регулируется никаким образом, то есть нет там понимания, куда им двигаться, как должно помогать им государством. Хотя это огромный пласт такой, вот как раз-таки занятия там пенсионеров, да. А эти проекты, все предложения, они в пользу пчеловодов направлены? Я надеюсь, что в пользу, тем более у нас был форум пчеловодства, на котором я присутствовал в Кировской области, и огромное количество предложений получил и посылов по пчеловодству, да. Ну, вы правы, я выступая на форуме говорил, что не всегда благо, когда, значит, вносится закон, принимается там совершенно в искаженном виде, поэтому вот вам, ассоциации пчеловодов, конечно же, для того, чтобы педалировать внесение закона и принятие его, необходимо, ну, прямо-таки оберегать и участвовать в дискуссии при принятии закона. Потому что, ну, я сразу скажу, я не профессионал в отрасли пчеловодства, ну, там, какие-то вещи понимаю, да, но союз отраслевой, он настаивает на принятии закона о пчеловодстве в обязательном порядке. Ну, такой, ну, корпоративный такой документ, чтобы все играли одним правилом, да. Давайте прервемся на небольшую рекламу, пару минут, и продолжится особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы. Продолжается особое мнение, сегодня это особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Хотелось бы сейчас перейти к теме медицины, теме медицины на федеральном уровне. Есть информация о том, что в настоящее время готовится постановление правительства, которое запретит государственным медицинским учреждениям закупать всевозможную медицинскую аппаратуру иностранного производства. Речь идет и о аппаратах УЗИ, о рентгенаппаратах, дефиблираторы, инкубаторы для новорожденных, аппараты для искусственной вентиляции и так далее, и тому подобное. Вот запрет. Там интересная очень формулировка, если это выпускается в России. А вот выпускается это или не выпускается, вам известно? Ну, смотрите, я сразу скажу радиослушателям, может быть, извинюсь, я не специалист в области медицины. Я, естественно, в курсе, что в 15 февраля было постановление номер 102 о запрете ввоза медицинского оборудования. Я не понял, вроде бы со следующего года, там где-то сроки введены, вот оно не действует с момента опубликования. Плюс было общественное обсуждение этого постановления или там вот этих пожеланий правительства, да, подтверждая, что там в этом перечне 67 видов оборудования, добавлю еще к тому, что вы сказали, вот эти пресловутые томографы, о которых там несколько лет назад в Российской Федерации шла дискуссия там о закупках. И, опять же, общаясь с медиками, читая информационные источники, какие-то газеты, да, сегодня мнение специалистов однозначно, что этот закон, ну, там, окончательно вобьет гвоздь, там, крышку отечественной медицины, да, не буду говорить во что, да. И многие специалисты говорят, что в Российской Федерации давно не производится многие виды оборудования, которым мы пользуемся. А если производится, то импортные гораздо лучше. Это и томографы, это и очень много оборудования там операционных и так далее и тому подобное. Я бы, наверное, вот на месте правительства, да, такие, такого образа постановления выпускал только после того, когда здесь на местах у нас налажено производство данного оборудования. Да, ни для кого не секрет, наверное, что многие страны пользуются такими постановлениями или ограничительными мерами, такими как таможенная пошлина, да. Вот в области сельского хозяйства я всегда, к примеру, привожу Японию, которая взимает 2000% за ввозимый рис. И, естественно, нет желания, значит, поставщиков, компаний, там, производителей риса ввозить его в Японию, да. В общем, речь идет о том, если запрещать, если вводить такие ограничения, то в отношении того, что мы уже успешно производим. И то, что конкурентно способны, понимаете, вот об этом должна идти речь, я считаю, что у правительства. А вот вводить ограничения, не делая ничего самим, да, ну, это, наверное, какое-то издевательство и иезуитство какое-то над собственными медработниками, специалистами, ну, и посетителями поликлиники и больниц. А может, это просто очередное показывание кулака Западу, а на самом деле, ну, найдем какие-нибудь пути, будем ввозить через ту же Белоруссию как-нибудь обходными путями? Ну, я бы, наверное, вот эту версию не принимал внимания, там, что давать Белоруссии зарабатывать на ввозимое к нам оборудование, ну, я думаю, что это не совсем правильно. Я думаю, что это очередной, допустим, да, браурные какие-то вещи, там, игра мышцами, да, ну, не знаю, логическое, вот такое вот обоснование, там, таким постановлением у меня, ну, просто существует. Либо есть одна из версий, вот о которой я думал, да, размышлял, у нас ведь достаточно сильно отработано в Российской Федерации, так скажем, отверточные сборки, да, и, в принципе, если делают и машины, там, и другое оборудование российских... Да, комплектующие, да, комплектующие и собираются, да. Возможно, у кого-то из чиновников в очередной раз, там, есть серьезный, там, проект, который он лоббирует по сбору томографов, может быть, на территории Российской Федерации, там, каких-то, значит, оборудования другого, рентгеновского оборудования, там, для операционных оборудований, поэтому все может быть. Я тут думаю, логично, ну, немножко времени уделить, так называемому импортозамещению, как недавно удачно пошутили КВНщики, импортозамещению, что такое слово есть, а наполнение непонятно, что за ним скрывается. Вот, я думаю, что простой народ, в том числе в Кирове, как-то не ощущает себе это импортозамещение, а вам, там, вот, с позиции депутата Государственной Думы, видно это? Ну, понимаете, я там не с позиции депутата Государственной Думы, а с позиции обыкновенного потребителя, который ходит в продуктовые магазины, и я всегда с большим интересом, ну, практически еженедельно отслеживаю цену на сельхозпродукцию. И, кстати, повторюсь, выступал с трибуны неоднократно в одном из выступлений, или перед одним из выступлений в 2013 году я там провел целую ревизию в магазине, в одном из сетевых магазинов города Москвы, где переписал практически наличие всех овощей, где не оказалось ни одного, значит, отечественного продукта. Да, да, ни картошки, ни моркови, ни чеснока, ни зелени. Вот, поэтому я захожу в продуктовые магазины, повторюсь, и действительно вижу, что появляются на полках у нас отечественные продукты. Те остатки, которые были на складах, ну, как мне кажется, да, импорта, они практически уже исчезли у нас. Но в то же время я вижу, что появляется большое количество в Москве продуктов питания китайского производства, азиатских стран. Что это за продукты? Ну, это и овощи, это и консервы появляются. И вот в понедельник я от комитета Государственной Думы открывал выставку про экспон, где более, там, не помню, тысячи представителей различных продуктовых компаний, компаний, перерабатывающих сельхозпродукцию. Вы знаете, у меня было ощущение, что я где-то в центре Пекина на выставке, потому что огромное количество, просто несколько сотен китайских компаний представляют различные виды продуктов питания, начиная от соленых или маринованных огурцов, овощей, салатов, мясной продукции, значит, тушенки. Давайте уточним, Китай не в списке тех стран, да? В санкционных странах он вполне может выставить. Да, то есть вот насколько быстро они реагируют на эти изменения в Российской Федерации. Получается, все-таки замещение-то не своим те же продукты питания? Вот, и, нет, подождите, вот на сегодняшний день некое замещение, оно происходит, действительно, российские продукты появляются на полках, и там, где раньше были сыры импортные, там, итальянские, испанские, да, там появляется у нас отечественное производство, овощи у нас тоже появляются свои, но, может быть, в менее каком-то презентабельном качестве, да, но, тем не менее, российские, да, вот, но я думаю, что мы вскоре ожидать экспансию вот Китая, азиатских стран, это и подтверждает наличие вот этих переработчиков или представителей компаний крупных китайских и азиатских вот на выставке, я еще раз повторюсь, у меня было ощущение, что я в центре, там, не знаю, Пекина на какой-то выставке, потому что это огромная такая рыночная площадь, количество китайских представителей просто там в разы превышает отечественных, вот, и дальше еще там добавлено процентов 30-40, это азиатские страны, это Иран, это Иссирия, это Ирак, это Марокко, там, и так далее, и тому подобное. Ну, приближаться к финалу передачи я уже хочу с того, с чего мы начали, собственно, эту программу особое мнение, вы упомянули о том, что прибыли в Киров для участия в том числе в биофоруме, в биофоруме кировском, в третий раз он уже проходит, ну, на два вопроса, с каким докладом сегодня он выступал, он сегодня стартовал, и, ну, когда мы уже какие-то реально ощутим результаты от внедрения в жизнь биотехнологий, пока по ощущениям только разговоры какие-то, разговоры о том, как это важно, как это нужно, а вот выхлоп, что называется, минимальный. Да, действительно, я выступал с докладом, нельзя назвать там какой-то масштабный доклад, но, тем не менее, со своим мнением экспертным по отрасли сельского хозяйства. Сельское хозяйство, я считаю, что для биотехнологий это кладезь, это отходы производства животноводства, это отходы растеневодства, и в развитых странах, где биотехнологии поддерживаются, и поддерживаются государства там всеобъемлющие, это и Соединенные Штаты Америки, это и Евросоюз, где субсидируются и возмещаются затраты на установки биогазовых реакторов. У нас, кстати, в области пока одна только лишь, да? В Стабельске? Да, а в Германии около, там, более тысячи установок в различных хозяйствах различного уровня, да, там и в малых, крупных, там нет крупных агрохолдингов, и государство это стимулирует, и все понимают, что это будущее, да. К сожалению, у нас, у сельхозтоваропроизводителей, для многих, наверное, директоров сельхозпредприятий, биотехнологии это наука фундаментальная и будущего наука, да. Вот, повторюсь, проблема в недоверии в каком-то... Проблема в недоверии, проблема в том, что государство не стимулирует должным образом именно финансовое развитие вот этих биотехнологий и переработки. Повторюсь, вот в Германии установка биогазовая, она на 50% затрата возмещается государству. Если это биогазовая установка... Но покупают он за свои деньги, да? Да, производит электричество, да, то заключается контракт с энергетической, государственной или частной или компанией в обязательном порядке, как минимум на 20 лет, где компания покупает у производителя, у сельхозтоваропроизводителя электроэнергию за 34 цента киловатт, да, и продает ему же за 16, таким образом стимулируя выработку этой электроэнергии, да. У нас, наверное, ни для кого не секрет, что подключиться там со своим альтернативным источником энергии к сетям, к общим, к тем же энергетикам, ну, практически невозможно, да. Поэтому эти вещи, конечно, и проблемы на сегодняшний день, они остро стоят у нас в Российской Федерации, но здесь надо понимать, что мы сталкиваемся с интересами у нас естественных монополий, это Газпром, это... Электросети. Да, электросети, да, электросети, и вот как в сознании правительства и законодательных органов власти изменить это, да, в сельскохозяйственной отрасли у нас совершенно там ничтожная маленькая подпрограмма развития сельского хозяйства, которая практически не обеспечивается финансированным. Вот об этом я сегодня говорил, и, в принципе, я это все пощупал и видел собственными глазами, вот, повторюсь, в Германии, где на предприятии, где находятся там 200 коров дойного стада, да, существует биогазовая установка по переработке навоза и отходов растеневодства, несколько десятков ятриных мельниц и несколько сотен, значит, солнечных батарей, которые... Панельные. Да, которые работают как раз-таки на экономику вот этого маленького сельхозпредприятия, которые обеспечивают светом и теплом весь поселок, в котором проживают работники этого предприятия, и которые лишнюю электроэнергию сбрасывают в общие сети, где государство покупает у них за двойную цену, продавая им дешево. Какая красивая картина. Почему-то мне вспоминают строки. Жаль, что жить в эту пору прекрасную. Ну да ладно. Будем завершать с особым мнением. Благодарю гостя Сергея Доронина, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по огражденным вопросам. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»